Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 15 августа, и начинаем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар сохраняется тенденция нисходящая. Вчера к концу торговой сессии мы увидели обновление минимальных значений вторника и доходили до уровня 1.1329. Следующие цели по снижению – область 1.1266, ну а возврат к покупкам в рамках часового таймфрейма будем рассматривать в том случае, если пара сможет закрепиться выше уровня 1.1432. По паре британский фунт-американский доллар в первой половине торговой сессии вчера были попытки закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы 13 августа, но к концу дня обновили минимальные значения, ну и собственно тенденция нисходящая сохранилась, поэтому попытки контртрендовой торговли здесь, ну как всегда, они были не столь оправданы. Поэтому тенденции нисходящего сохраняются, цели по снижению – область 1.2588, ближайший разворотный уровень размечаем на максимуме, который был зафиксирован как раз вчера по уровню 1.2827. По паре американский доллар, канадский доллар сохраняется тенденция восходящая в рамках среднесрочного таймфрейма, ближайший разворотный уровень пока остается на минимальных значениях 1.336, если канадец сможет закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать уже и более продолжительного снижения в области 1.2916. Следующая цель роста – это обновление максимальных значений, которые мы видели в понедельник, и движение на 1.3235. По паре американский доллар, японская иена вчера мы смогли закрепиться выше максимумов, которые были в понедельник зафиксированы, что в рамках часовой таймфрейма у нас приводит фазу восходящего движения по данному активу и цели роста – это область 1.1228. Отмена данного сценария последует в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1058. По паре австралийский доллар и американский доллар сохраняется тенденция нисходящая, цели по снижению это область 7.152, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 7.283. Еврофунт продолжает свое движение нисходящего, вчера вновили локальный максимум, хотя ниже уровня 89.11 закрепиться мы не смогли, но все предпосылки на это сохраняются и следующие цели по снижению это уход все-таки ниже области 88.88. На уход ниже данного уровня откроют предпосылки для среднесрочного снижения по данной паре далее в область 88.50. Ну а возврат к покупкам в рамках часового таймфрейма будем остреживать в том случае, если пара сможет закрепиться выше области 89.44 и тогда двинемся по направлению на 90.30. Золото продолжает свое движение нисходящее, сегодня также с утра обновляем минимальные значения, следующие цели по снижению это область 1181 доллар за турскую унцию. Возврат к покупкам будем отслеживать в том случае, если пара сможет, если золото, прошу прощения, не сможет закрепиться выше области 1198. По нефти марки Brent сохраняется тенденция восходящая, вчера вновили локальный максимум за предыдущую неделю, доходили до уровня 73.60. Следующая цель роста это область 74.42. Отмена восходящего сценария последует в том случае, если нефть марки Brent сможет закрепиться ниже области 70.69. Это минимум 13 августа. По индексу DAX на текущем тенденции нисходящего рамка часового таймфрейма сохраняется. Следующие цели по снижению это область 12198. Возврат к покупкам будем отслеживать в том случае, если DAX сможет закрепиться выше области 12460. Тогда откроются цели роста до 12733. Ну и биткоин пока не уходит ниже области 5858. Очень важный, очень сильный уровень поддержки, вблизи которого торгуются. Поэтому вблизи данного уровня вполне вероятно может сформироваться вновь паттерн на начало восходящего движения. А первые предпосылки на его появления будут сформированы в том случае, если биткоин сможет закрепиться выше области 6506 долларов за один биткоин. И в этом случае можем ожидать уже возобновления роста. Ну а пока в рамках часового таймфрейма сохраняется тенденция нисходящая. Безусловно, мы видим некоторые замедления последнюю неделю и, собственно, все предпосылки для возобновления роста здесь также сохраняются. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях, а также подписываться на наш канал для того, чтобы получать уведомления о добавлении новых видео. Всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.